Подарки бывают разные. Полезные и на память, дорогие и как знак внимания, с выдумкой и обычные. В повседневной жизни мы редко задумываемся, что же считать подарком. Задумываться над этим приходится муниципальным и госслужащим, а теперь еще и депутатам. Просто так принять подарок, исполняя свои должностные обязанности, народный избранник не может. В связи с изменениями в действующем антикоррупционном законодательстве и распространением запретов и ограничений касаемых коррупции не только на муниципальных служащих, но и на лиц, замещающих муниципальные должности, то есть на депутатов, предлагается утвердить положение о сообщении лицами, замещающими муниципальные должности, о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями. Итак, вводится запрет на получение подарков в связи с исполнением ими должностных обязанностей. Исключение составляют подарки, которые были получены в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, если участие в них связано с исполнением депутатских должностных обязанностей. Вводится обязанность уведомить не позднее трех рабочих дней с дня получения подарка постоянную депутатскую комиссию по мандатам, регламентам и депутатской этике. А если подарок получу во время служебной командировки, то уведомление представляется не позднее трех рабочих дней с момента возвращения из командировки. Затем подарок сдается на хранение в бухгалтерию. Определяется его стоимость либо на основании представленных документов, чеков, либо экспертным путем. Если стоимость подарка не превышает трех тысяч, то он возвращается депутату. В ином случае он включается в реестр муниципального имущества. И этому самому депутату его предлагают выкупить. Если же подарок не выкупается лицом его получившим, то по заключению комиссии депутатской от целесообразности его использования он может либо использоваться администрацией города Слободской и городской думой в своих целях, либо быть продан с торгов. Среди муниципальных служащих подобные правила действовали и ранее. И есть случаи сдачи подарков. Так глава администрации Ирина Желбакова сдала подарочный сертификат. Я получила сертификат, я его передала администрации. На строительный материал подрядчик вручил такой подарок. Ну, мы купили вентилятор. Парламентарии с юмором и довольно оживленно обсудили данный документ, понимая необходимость его принятия в сфере антикоррупционного законодательства. На частную жизнь граждан, которые являются депутатами, но получают подарок по случаю дня рождения или какому-то другому поводу, не как депутат, данное положение, разумеется, не распространяется. Продолжение следует...